Здоровый народ! Давайте сегодня похимичим децил. Сегодня попробуем восстановить золото из этого раствора. Метод, который мы будем восстанавливать, он не очень популярный. Я бы даже сказал, он совсем не популярный, но и он имеет право на жизнь. И несмотря даже на то, что он вот такой, в общем-то, сложный. Это не железный купорос. Ну вот, значит, это золото содержащий раствор. Ну и вот тут сейчас получилось довольно много, почти полтос. На самом деле там всего около семи миллилитров царской водки. Ну и сколько-то золота. Ну, будем работать с этим. Ну, давайте начнем. Для всех наших операций нам все-таки нужен будет, нужна будет некая приспособа. И одним из элементов является вот такая круглодонная колба. Почему круглодонная колба? Это не обязательно. То есть это не является основным каким-то фактором. Ну, смысл в том, что нам надо будет систематически нагревать этот раствор. А другого способа, как на камеру, нагреть раствор, как помимо круглодонной колбы, я не вижу в моих условиях. Если у вас есть песчаная баня, там можно делать и плоскодонных. Ну, значит, вот, как я сказал, здесь, ну, 7 миллилитров царской водки. Значит, смысл такой. Ничего там не гашено. Вот она как есть, так есть. Нам, значит, надо пойти по пути, который нам постоянно рекомендует Франсуа Пелье, и воспользоваться, и воспользоваться ацетатом натрия. Ацетат натрия, он как бы не гасит в смысле, в прямом смысле этого понимания этого слова, а разлагается и нейтрализует все кислоты, какие есть в этом растворе. Вот. Ну, там, может быть, не 7, там, скорее всего, все-таки 5 к 6. Поэтому по, опять же, по формуле Франсуа Пелье, ацетата натрия берем в 2 раза больше. То есть, 5. Здесь надо взять, ну, 10 с небольшим ацетатом. Это довольно много. Вот так. Вот. 10 с небольшим. И вот, ну, понятно, сейчас там у нас раствор кислотосодержащий, кислый. И да, потом посмотрим, что будет, когда мы засыпем этот ацетат натрия. Довольно много. Ну, что ж. Засыпал я ее на холодную, потому что она, в принципе, работает и на холодную. Я уже пробовал. Так. Размешаем, как водится у нас. Потянуло уксусом. И раствор позеленел. Вы видите, да? То есть, это говорит о том, что с нейтрализацией азотки все посторонние металлы, там, медь и прочее, они проявились. Ну вот, у меня есть лакмусовая бумажка. Давайте возьмем сколько-то этого капельку раствора. И что мы видим? Мы практически ничего не видим. То есть... То есть, где-то на шестерке. Потемнее, чем пятерка. Шестерка, да? Ну, это говорит уже практически о том, что раствор фактически нейтральный. Но нам этого совершенно недостаточно. Нам надо, чтобы раствор был, вот, знаете, как сказать-то... Вот прям децл, децл, чтобы у него pH все-таки был повыше, чем нейтральный. Вот такая вот химия, блин. Поэтому берем кальцинированную соду. Кто не знает, что такое кальцинированная сода, это обычная пищевая сода, прожаренная на сковородке, прогретая. Вот. Ну, буквально, ну, сколько тут. Даже взвешивать. Ну, давайте взвесим. Хотя это совсем ни о чем не говорит. Это просто на глаз. Вот. 0,7. Кому если поможет? О, желтая восстановилась. Так, так, так. И аккуратней. Готовим воду. Нельзя, чтобы драгоценный раствор выскочил. Вот. Теперь мы полагаем, раз вот золото восстановилось на пене, видите, вот, не видите. Ну, было пятно, да, коричневое такое. Растворы с высоким pH, то есть щелочные, они легко восстанавливаются просто от атмосферного воздуха. Ну, этого бояться не надо, потому что даже если оно восстановится, оно будет плавать в этом растворе. Вот. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Маловато, надо еще добавить. То есть добиться некой такой чуть-чуть. Так, ну и все, на этом достаточно. Ладно, подождем, пока все это схлынет. Потому что дальше продолжать в таком виде нельзя. Надо нагревать. А куда оно будет нагреваться? Это все вылезет. Так, ну что. Вроде чуть-чуть подсело. Так. Так. А может, я вам эти нагревы все показывать не буду? Чего, какого лишнего? Вот, что показывать, как я это грею? Буду говорить. Вот, грею. И грею. А потом, если будет что-то интересное, я вам обязательно включусь и покажу. Давайте именно так и поступим. Так, ладно. Что-то тут колбочка очень маленькая, пена никак не садится. При нагреве пытается идти наружу. Сейчас я перенесу в колбу побольше, на 250 миллилитров. И продолжим. Да. Я забыл еще упомянуть. Такую очень интересную штуку. Вот, сравните колбочки. Вот, из этой я перенес сюда. Здесь уже есть оперативный простор. Ага. Вот видите, какой раствор мутный. Он реально просто мутный. При повышении PH, то есть при добавлении щелочи, всегда образуется муть из посторонних металлов. Из активных. Отсюда можно пойти разными путями. То есть, по идее, по логике всех вещей, это сейчас надо еще сильнее пощелочить и профильтровать через фильтр. Через хороший фильтр, настоящий. И потом из фильтрата, то есть из раствора, уже получать золото. Но мы не пойдем этим путем. Это слишком долго. Поэтому я вам покажу потом другой способ, как избавиться от всего этого. После того, как мы восстановим уже золото. Ну, сейчас, значит, мы как-то нагреваем. И, значит, не обращаем внимания на эту муту. Пускай она там остается. Она сейчас там даже начнет расслаиваться. Так что-то всплывет, что-то опустится на дно. Ну, такая движуха, короче. Оставляем это как есть. Так, ну, пока, значит, раствор подогревается. Давайте это, что времени тратить. Восстанавливать мы сегодня будем глюкозой. Это настоящая глюкоза. Вот такая беленькая, чистенькая. Кстати, она по структуре похожа на кальцинированную соду. Вы скажете, а где мы возьмем глюкозу? Это довольно просто. Надо пойти в аптеку и купить глюкозу. Правда, она будет в ампулах, но это суть и не меняет. Так, раствор нагрелся уже. Мутий стало еще больше. То есть, вот, процессы все эти химические идут. Ну, давайте, вот, слышите, чайник шумит. Давайте мы этой глюкозы набодяжим. Одна ложка. Не видно? Одна ложка. Две ложки. Три ложки. Ну, ладно. Я думаю, достаточно пока нагревать. И теперь смотрите, какой у нас получился раствор. Давайте это пока уберем. Вон, вот, золото, прям видно, ну, как, не золото, а как, желтый раствор еще у нас сохраняется, золотой. А вот эта коричневая муть, это, это медь, не знаю, там, олова, все, что было, вот грязь какая-нибудь. Это все сейчас прилегло. Но в то же время, как я уже говорил чуть раньше, это может уже золото, которое восстановилось вот здесь, на поверхности от контакта с воздухом. Пускай оно там будет, не обращаем на это внимание, потому что мы ничего фильтровать не собираемся. Так, открыли колбу, ну, теперь, все, приливая, значит, глюкозу чуть-чуть. Ну, чуть-чуть вылил всю. Наверное, еще надо добавить. Ну, еще пусть будет три ложки, итого шесть. Так, а надо ли вообще покупать глюкозу? Ну, или где-то ее находить? Нет, не надо. Потому что вот этот метод очень шикарно работает с сахаром, с обычным нашим бытовым сахаром. Смотрим на наш раствор. Видим, что он какой угодно, грязный, мутный, непонятный. Вот если бы мы профильтровали, да, как было положено, мы бы добились того, что могли бы увидеть даже золотую метель. Чуть не сказал, золотой дождь. Ну, здесь, значит, золотой метели в таком состоянии мы ничего не увидим. Ну, все. Теперь, значит, восстановитель там, все остальное там. Ну, все. Теперь, значит, я ставлю это реально на подогрев. И начинаю кипятить. На этом, в принципе, можно пока прерваться, потому что нагрев вам ни о чем не говорит. Когда начнет восстанавливаться золото, я вам все это покажу. Договорились? Договорились. Пускай так. Вот видно, что раствор уже белый такой, вон, видите, по кромке, да, а на колбе... Все, прошло минут 10, больше ничего не происходит, раствор кипит, золото не комкуется. Да, я должен был об этом, наверное, сказать в самом начале, что при таком восстановлении золото не комкуется. Ну, собственно говоря, как при многих других, кипячение ничего не дает, золото разбивается, в общем, мелко. Ну, давайте сейчас, значит, прекращаю кипятить и даю отстояться. Потом посмотрим все остальное. Ну, я тут немножко так посидел, думаю, а какого лешего, зачем мне в этой колбе его отстаивать? Потом золото оттуда хрен достанешь. Да-да, перенесу его вот в стаканчик 200-граммовый, 250-граммовый, и пускай оно в нем отстаивается. Так что при следующем кадре не удивляйтесь, что посуда поменялась. Ну, в общем, пацаны, я не буду уже доводить до логического конца. Суть, в общем-то, понятна. Вот, значит, наш раствор, он еще не до конца осел. Давайте проверим его на хлорном олово. Вот, значит, растворчик. Вот хлорного олова. И запускаем. Как видим, ничего не происходит. То есть, золото все восстановилось. Я думаю, 5 миллилитров уже бы показало. Раствор еще отсвечивает вот этой золотой желтизной. Нет, не так. Короче, матоваясь вот эта, когда золото взвешено. Видно, что он еще такой-то такой-то такой. Ну вот, осадок лежит на дне. Так, как его показать? Как его показать? Неохота сейчас баламутить. Ну, короче, этот миллиметр толщиной лежит осадок. Нормальный, коричневый, красивый. Так он и не скучковался. Я кипятил, наверное, с полчаса. Вообще ни в какую. Если у кого-то возникли сложности с пониманием меня, или я что-то недорассказал, то вы могли бы при желании, если хотите развивать эту тему, а тема, между тем, интересная для развития, так сказать, можете обратиться к ролику Франсуа Пелье. Называется он «Восстановление сахара». У него там серия была давненько, уже давненько. посмотрите, сделайте выводы, укажите мне на ошибки, если считаете нужным. Ну, на этом, пожалуй, пока всё. Дам отстояться, потом всё соберу и исплавлю. Сейчас уже, уже не охота, вот, знаете, это как бы. Я верю, что всё получилось. И на том ладно. Ну что ж, будьте здоровы все, не хворайте, берегите себя. Да, забыл ещё пару слов добавить по поводу той мути, которая образовалась после добавления щёлочи. То есть, золото мы восстановили, и потом в процессе кипячения, значит, я добавил несколько капель электролита, опустив тем самым ПАЖ, и вся муть сейчас растворилась в растворе. На дне лежит чистое золото. То есть, смысл понятен. Ну что ж, теперь на этом точно всё. Давайте, будьте здоровы. Ну вот, как бы, решил на всякий случай вам показать, чтобы не было вопросов. Вот этот раствор, как видите, он абсолютно прозрачный. На дне, на дне лежит осадок. Сейчас, значит, я его, смысла, его раствор перенесу в колбу. Ну, там, может быть, ещё проверили, там, попытаюсь что-нибудь зацементировать, посмотреть, что осталось. А с осадком буду, значит, продолжать работать. Откачивать буду шприцом, на всяких случаях, чтобы не взбаламутить. Ну, давайте начнём. Ну вот, худо-бедно перекачал. Нормально так раствора получилось. Ну, кто-то спросит, а почему он такого цвета? Ну, потому что он сладкий. Это цвет лимонада-крем-брюле, если кто не знает. Уксусная кислота с глюкозой, видимо, даёт такой цвет. Ну, вообще, этот цвет пережжённый, горелый, горелого сахара. Про крем-брюле шучу, конечно. Вот, значит, наш раствор. Ой, осадок. Он на дне лежит плотненько. Стекает чуть-чуть. Ну, мелкий, да. Ну, это, я думаю, решаемо. Сейчас поиграюсь. Ну вот, вот и всё. Больше показать, собственно говоря, ничего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!